Я просто с ума схожу по нему. Как можно жить, если не от консилера, от Катрис? Привет, друзья! Сегодня у меня в кадре не будет, но я решила снять это видео, которое не очень подходит вообще тематике моего канала. Но тем не менее, вы знаете, я сто лет не покупала какой-то новой косметики, я все пользовалась старым. И тут у меня резко как-то все закончилось, и я решила поехать в подружку и закупиться, так скажем, к весне. Но то, что я закупаюсь к весне, я поняла только когда уже вышла из подружки. В общем, давайте я вам покажу то, что я купила. И весна у меня уже просто в душе и наяву. И как вы можете видеть по этим оттенкам, по вот этим вот просто нежнейшим цветам, я действительно уже всеми ногами и руками в весне. И первое, что я вам хочу показать, это вот эти вот тени-однушки от Essence из их постоянной коллекции, которая называется Long Lasting. Это такие сатиновые, розовые, песочные такие цвета шампанского тени, они переливаются, блестят. И здесь есть блестки, которые достаточно активно смотрят. Действительно прикольные, подойдут абсолютно всем. Но единственный минус, они немножечко пылят, они немножечко разлетаются. И кому это не нравится, я думаю, вам не очень подойдет. Но тем не менее, сам продукт просто пигментированный, классный. Свощ даже не покажу, потому что его даже и не видно. Хороший продукт, кстати говоря, можно использовать как хайлайтер. Очень неплохо смотрится, я тоже часто использую. Девчонки, от следующего продукта у меня реально кружилась голова. Я подумала, как я не могла раньше это купить? Потому что это просто находка, это фаворит, я думаю, на очень многие месяцы, если не годы. Потому что у меня закончились все мои консилеры. Как вы знаете, я пользуюсь консилерами от Essence, тоже из серии Long Lasting. И это катрис, да, это катрис, жидкий камуфляж, ликвид камуфляж, в оттенке 01 Porcelain. И это просто находка, вы не поверите. Я ни на что его не применяю, серьезно. За свою цену он скрывает все, он скрывает все, что может. Вы можете просто точно нанести его на свое лицо, под глазки, закопить пудрой все лицо, и вы готовы. И вы просто ideal. Еще он классно пахнет, у него такой приятный аромат какого-то ненавязчивого парфюма. В общем, друзья, мне кажется, я буду покупать только его теперь. Покажу вам две такие пудры от фирмы DIVAGE. Одна называется Velvet Powder, другая True Color Powder. В принципе, они очень похожи. И что мне нравится в этих пудрах? На самом деле, я хотела купить основу пудру от Rimmel, но когда я вижу вот эти упаковки, я не знаю, у меня что-то внутри перещелкивает. Я просто не могу. Ну, посмотрите на эту упаковку. Зеркало, пудра. И такая достаточно увесистая, массивная, я бы сказала, чем-то похожа на мак даже. В общем, упаковка у меня подкупилась. Здесь еще, кстати, спонжик был достаточно неплохой, неплохой. Пудра сама по себе, вот эта, которая у меня была, она достаточно желтая, она не очень подходит мне на зиму. Поэтому, и она, кстати, кончается, я приобрела себе вот такую. Тоже офигенная упаковка. Просто ее так приятно держать в руках, ее так приятно куда-то брать. Она также хорошо защелкивается, достаточно такая увесистая тоже зеркало, спонжик. И цвет, как вы видите, светлый. Он сейчас мне просто идеально подходит. В общем, девчонки очень светую пудру. Стоят просто в районе 200 рублей, 250. Но это действительно хороший, качественный продукт в хорошей, качественной упаковке. Даже с неплохим спонжиком. Правда, неплохой спонжик. Ну, как всегда, я не могла бы обойти стороной стенд Essence. Он безумно стойкий, он держится целый день. И практически все макияжи, что видите на мне, они всегда идут с использованием карандашей от Essence. И это тоже хороший, качественный продукт. Этот в оттенке Hot Chocolate. Сейчас покажу. А, заканчивайся. Ну, просто гляньте, какая пигментация. Ну, просто, ну, я не знаю. Очень мягкие, но несмотря на то, что они мягкие, они действительно держатся целый день. Можно наносить как на слизистую, так и просто подчеркивать линию роста ресниц. И вы знаете, как я люблю яркие помады? Нет, вы знаете, вы знаете, как я их люблю. Но вы посмотрите, что я купила. Это просто света впала в детство. Это бальзам оттеночный для губ от Essence. Оттенок 01 Baby Girl. И это приятный такой оттеночный бальзам для губ. Он в форме карандаша. На губах он практически не виден. Он вообще просто прозрачный. Он увлажняет. Дает какое-то увлажнение. Но вы знаете, я бы не советовала его использовать на каких-то очень сухих, потрескавшихся губах. Потому что, несмотря на то, что это бальзам, он все-таки дает оттенок и может подчеркивать шелушинки. Я стояла возле стенда Катрицы. И вы знаете, я перепробовала на руке все помады. Я перемазала на себя все, что можно. Я возвращалась к стенду Essence снова и снова. Я просто в патрушке на начало сходила. Мимо проходил охранник, мимо меня. И вот так вот, знаете, напыщенно так вздыхал. Типа, знаете, так сочувственно. Он просто сочувствовал, что я не могу ничего выбрать. В итоге я выбрала вот этот вот блеск для губ, который заявлен как жидкая, кстати говоря, помада с эффектом блеска. Но это никакая не жидкая помада. Это действительно стойкий, липковатый блеск для губ. Но я такой, кстати говоря, искала. И он с безумно приятным ароматом ванили. Я вас покажу. Это оттенок 01. Meet You at the Barbie называется. Такой приятный персиково-розовый оттенок подойдет вообще абсолютно всем. Не знаю, мне кажется, на весну с моим настроением то, что надо. И последнее, что покажу, я купила не в подружке. Вы наверняка могли видеть это в моих помадах с Алиэкспресс. Это помада от фирмы Keybest. А это стойкая помада. И она в таком нежном, персиково-розовом, таком припыленном оттенке. Это хорошая, качественная помада, о которой я не могу сказать ничего плохого. За исключением того, если кому-то не нравится глянцевый такой блестящий эффект, то если вы ищете именно матовую помаду, то нет. Это не матовая помада. Но несмотря на свой блеск, несмотря на свою увлажняющую текстуру, она действительно очень-очень стойкая. И я использую ее практически каждый день. Она пигментированная. Да, достаточно пигментированная. Очень красивая. Просто подойдет абсолютно-абсолютно всем на весну. На камеру почему-то смотрится какой-то красноватый. Но она розовая. Она нежно-нежно-розовая. Поэтому, друзья, вот были все мои прикольные покупки на весну. Мне кажется, что я не буду закупаться косметикой, я не знаю, до осени. Может быть, даже до зимы. Потому что у меня этого хватит. Ну, за исключение, может, консилер кончится. Если вам было интересно, если вам что-нибудь с этого понравилось. Мне, кстати говоря, все понравилось. То загляните в подружку, посмотрите. Цены очень вполне себе адекватные. Из всего я лично от себя советую консилер. Это просто... Это золотая жила. Я просто с ума схожу по нему. Как можно жить, если не от консилера, а от Катрис? Пока-пока.